Кинопробы с Линн Хиршберг. Кара Долевинь. Эминем Джастин Тимберлейк, Энсинг. Не шучу. Мне нравится Джастин. Простите. Мне очень жаль. Это ужасно. Я Спайс Гёрлс. Я даже наряжалась как Спайс Гёрлс. Прошла через разные стадии. Сначала Бэйби, потом Спорти, а потом Джинджер. Это были мои единственные женщины-кумиры. В детстве я часто подражала кумирам. И всегда мужчинам. Я не видела примера сильной женщины-супергероя, кроме Чудо-женщины. Она клёвая, но в пять лет не принято бегать в бикини. Пробы в «Отряд самоубийц»? Ой, надо с американским акцентом. Простите. Проходила ли я пробы? Да, было дело. Я встретилась с Дэвидом Эйром в дождливый темный вечер в лондонском отеле. Он говорил загадками, ничего не рассказывал о фильме, просто описал мне персонажа, эту сумасшедшую колдунью. И мы просто говорили на разные темы, такие как зависимости, душевные болезни. И эти темы мне очень-очень интересны. И потом я получила роль, и началось безумие. Я собиралась за город, и он попросил меня найти лес. И если будет полнолуние, раздеться до гола и прогуляться по лесу босиком. Я была как волк. Честное слово. Если б меня кто-то увидел, было бы забавно. Сексуальные сцены? Да. На мой взгляд, секс в кино – вещь нелепая. Ну, кто так занимается сексом? Может, это и нелюбимая секс-сцена, но в ней заключалась своего рода кульминация фильма. Я говорю про Кэрол. Неловкая продуманность каждого движения, взгляда и прикосновения, зацикленность на каждом аспекте. У меня чуть приступ паники не случился. Это было чудесно. Первое воспоминание? У меня их два. Первое о том, как... Боже, это ужасно. Они оба о том, как я себя порезала. Звучит кошмарно. Это я не специально. Я смотрела, как папа бреется, и процесс меня так увлекал, что когда он уходил из ванной, я заходила туда и мазала лицо пеной для бритья. А кончик на колпачке был очень твердый, и я им как бы брилась. Но один раз я взяла бритву и провела ей по пальцу. И сильно порезалась. А второй раз... Как называются ножи, которые раскладываются? Складной? Я смотрела флинстоунов и играла со складным ножом. И стала складывать его в другую сторону, вдавила лезвие прямо себе в ладонь. Почему у меня такие воспоминания? Это ведь страшно. В детстве я была помешана на смерти и крови. Может, поэтому...